Вечер добрый! Здравствуйте! Сегодня наша тема – важность захоронения евреев в земле, а также важность умения вести переговоры. Я очень надеюсь, что мы успеем коснуться именно обоих этой темы, потому что они, во всяком случае, в нашей недельной главе связаны и действительно представляют интерес. Эту беседу я хочу посвятить своему дедушке Зихрану Левраха Элькун Бен Мойше, чтобы, так сказать, на основе, я считаю, что вообще тем, кем я стала, это только благодаря его воспитанию. И поэтому урок сегодня именно про захоронение, и я думаю, что это важно сделать именно в его заслуге. И тема у нас достаточно важная сегодня, серьёзная, и мы знаем, что у разных народов принято по-разному хоронить людей. Добрый вечер тем, кто уже присоединился. Мы знаем, что, скажем, у индусов, у них специальный обряд сожжения, а в православии мёртвого там обязательно омывают и одевают в чистую одежду, и на третий день хоронят, и хоронят грабу и так далее. А если мы говорим про мусульман, то там ещё, когда человек жив, то да, и уже видит, что он умирает, у них там проводят какой-то особый обряд, про который точно я вам рассказать не могу. Просто я знаю, что всё это есть вот такие разные типы, как провожают уходящих в другой мир людей. Интересно, что вот шариат у рабов, он тоже запрещает хоронить человека в одежде, и его закутывают в саванн белого цвета, и это очень похоже на то, как это происходит у нас. У нас, евреев, когда подходят к конец жизни человека, умирающего никогда не оставляют одного. И одна из еврейских заповедей гласит о том, что надо оставаться у постели умирающего человека. То есть, если есть или член семьи, или даже просто друг, и он видит, что дни, часы, минуты человека сочтены, он обязательно должен остаться рядом с ним. Если перед смертью человек ещё способен говорить, ему необходимо произнести специальную предсмертную такую молитву, исповедь, которая называется «Видуй». И рекомендуется каждому еврею знать эти слова, если не наизусть, то хотя бы, что оно всегда было, потому что никто из нас не знает, в какой момент придёт его минута. И вот произнесение этой исповеди в грехах, в ведуе, это является одним из важных элементов заповеди джувы раскаяния. И такая заповедь, что важно понимать, она является повелительной заповедью, которую предписывает Тарам. Душа, которая приходит в другой мир, после этого ведуя, она чувствует себя совсем по-другому, она поднимается туда чистая. Нам дана такая возможность чувы, и даже если это сделано в самый последний момент, в самую последнюю секунду нашей жизни, она нам засчитывается. Ну и рекомендует человек, который сильно болен, и он не знает, когда и что с ним, не дай бог, случится, то произносить, ты идёшь спать, вообще есть, которые перед сном это всегда произносят, да, произносить вот этот ведуе, раскаяние во всех своих грехах. И если он сам не в силах это уже сделать, или ему трудно, то принято, что тот человек, который находится рядом с ним, он это читает вслух, и больной отвечает, что если я, не дай бог, умру, то пусть моя смерть искупит все мои грехи. Ну, то, что вот про душу мы с вами сказали, да, мы понимаем, душа уходит, она уходит к Всевышнему, он говорит, что же с телом, да, мы с вами, сегодняшний наш урок как раз посвящён обсуждению того, что происходит с телом умершего. Интересно, что когда человек умирает, в отличие от других народов, знаете, вот, если я вспоминаю, по телевизору транслируют, да, так было в моём действии, там, умер такой-то товарищ, президент, там, того-то, сего-то, его гроб выставляют, все проходят, прощаются, некоторые аж прям даже целуются, да, так вот, у нас, евреев, это не принято, не принято смотреть на умершего. Мы верим, что человек создан по образу Всевышнего, и в мёртвом теле это самое подобие, оно уже нарушено. Ну, и кроме того, считается, что хорошо и правильно, что родственники запоминают умершего не таким, каким он стал после смерти, а таким, каким он был при жизни. И вот есть такой вопрос, почему Тора говорит нам о том, что мы не можем причинять боль или неуважение телу? Мы говорим с вами не о живом человеке, мы говорим с вами о теле, да, то есть вы знаете, что у евреев не принято делать вскрытие, да, и не то, что сразу после смерти не принято, да, мы не можем делать это и даже через несколько десятков лет, и сотен, и даже тысяч лет не принято это делать, не принято трогать кости, и даже переносить могилу без какой-либо важной причины с одного места на другое, да, то есть нельзя трогать кости. Тора относится к телу умершего с той же святостью, как будто это тело живого человека, да, то есть ни в коем случае нельзя обижать тело, да, ни в коем случае нельзя унижать тело. Мы с вами понимаем, что тело, оно не улыбается, оно не чувствует, оно как бы не знает, какое отношение у нас к нему хорошее или плохое, да, в нём нет жизни. И тем не менее нам заповедано однозначно, Торое очень как бы чётко, что мы должны относиться к нему с максимальным уважением. То есть Тора показывает нам и указывает, что мы обязаны как много уважительней похоронить его. Обычно стараются в тот же самый день похоронить, похоронить. Мы должны вернуть тело земле. И тут возникает вопрос, так что же мы так уважаем? В конце концов, в чём разница похоронить или сжечь? Да, в чём проявляется как бы неуважение, если ты сжигаешь, видите, ведь есть народы, которые, да, для них это целый текис, они устраивают, это очень красиво и так далее. Так почему же у нас говорит, что именно похоронить в земле? Вот в нашей недельной главе мы видим с вами, что Авраам Авину делает абсолютно всё возможное и невозможное для того, чтобы дать своей жене Саре максимальное уважение. Когда он возвращается после девятого испытания со своим сыном Ицхаком, он возвращается домой, и он находит свою жену мёртвой. Ну, умерла жена, это большое горе, не дай бог никому. Ведь он мог похоронить его в любом месте, он мог похоронить его рядом с домом, да. Мы понимаем, что сказано, из земли ты пришёл и в землю ты вернёшься. И, скажем, если мы говорим, то почему он хотел вот именно похоронить её в Марата Махпела? Почему он не пошёл на общественное кладбище, да, где хоронили всех, сделали это там с большим почётом? Ну, почему он готов был буквально перед людьми, у которых он хочет купить вот это место, которое называется Махпела, он готов был им заплатить большие деньги, он готов был пойти на всё, чтобы получить это место. Кстати, вот мы обсуждаем сейчас эту тему, и вот этот вопрос несколько пересекается, может быть, в каком-то вот так вот виде с темой похорон, извините, конечно, я не сравниваю Сару там, но вот сейчас все говорят про похороны Жванецкого там или там Волчак, да, как же вот были евреи, жили всю жизнь как евреи, а теперь их хоронят и ставят крест, и какой-то ужас, да, почему евреев похоронили не по-еврейски. И многие удивляются, особенно не евреи, разные люди, они удивляются, неужели это так важно, главное, похоронили, дали почести и так далее, и так далее. Но наша недельная глава, да, вот Хаей Сара, она именно рассказывает о том, как это важно правильно похоронить еврея, ведь тело после того, как выходит из него душа, казалось бы, это становится тумой, это становится неритуально чистым, да, почему мы так хотим уважать это тело. И тем не менее Аврам Авину для того, чтобы вот дать это уважение жене, да, совершенно невероятное, он идёт и покупает за невероятные деньги Марат Махпела. Быстренько скажу я, не Марата Махпела, а тогда это называлось, это поле Махпела, и скажу быстренько, в принципе, от чего происходит это название Махпела. Это было особое поле, под ним, под этим полем была пещера, и даже не одна пещера, это была двойная пещера, она была вот так вот восьмёрочкой, да, соединены две пещерки, поэтому она называется Махпела, а Кафуль – это удвоенное, две связанные друг с другом пещеры. И похоронены вот в этой Маре, в Махпеле, вот той пещере, над которой это поле, которое он купил, похоронены там Адам и Хава. И именно в таком месте, с таким, в таком соседстве, да, Аврам Авину хотел похоронить свою великую жену. Ну и забегая вперёд, я скажу, что городок, который сейчас там есть рядом, называется он Кириат-Арба, и он назван именно в честь четырёх пар, которые там похоронены, да, Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, и Яков и Лея. Это вот четыре пара наших праотцов, плюс первый человек со своей женой, которые там похоронены. И именно за это место Авраам буквально преклоняется перед жителями Хеврона, хотя, казалось бы, Всевышний обещал, давая ему эту землю, Авраам Авину, что он получит тут и почёт, и уважение. Но для Авраама было самое главное сделать почёт и уважение своей жене. И вот тут, как он вёл переговоры, как он как бы не соглашался получать бесплатно. Ему говорили, ты хочешь это взять, возьми, пожалуйста, да. То есть он пошагово шёл к тому, что он готов был заплатить любую цену для того, чтобы получить. И благодаря этому мы теперь знаем, что это наше, и никто, ни один человек в мире не может сказать, что мы захватили Хеврон, да, потому что он куплен по самой дорогой цене, какая только могла быть. Интересная ещё одна вещь, почему о этих переговорах, о покупке вот этого поля, этой махпилы, в Торе есть целых 18 предложений, да. То есть на 10 заповедей в Торе выделено 14 предложений. А вот переговоры Авраама Авину с жителями Хеврона о покупке вот этой территории, места, где он хотел сделать и сделал могилу своей жены Сары, 18 предложений в Торе, да. Авраам хочет купить это поле, Авраам хочет купить этот участок в земле, и он делает это, да. То есть, интересно, цена, которую он платит. Он платит за это поле 400 мер серебра. Невероятно огромная сумма денег. И что ещё важно и интересно, что число 400 в Торе – это число, которое упоминается всё время у евреев, и для евреев с какими-то потерями, да, которые были у нашего народа. Ну, мы можем сказать с вами и Риталий Цорох Илья. Но эта сумма денег на веки веков дала нам право вот на это место. Если мы немножечко вспомним число 400, что где у нас было? 400 лет в Египте. 400 лет рабства Египта, откуда мы вышли уже народом. Ещё одно упоминание – это Исаф, который встречает Якова, когда он возвращается назад уже вместе со своей семьёй. Он встречает его тоже с 400 войнами. Да, это мы с вами говорим о числе 400. И теперь мы всё-таки вернёмся к вопросу, с которого начали – почему евреев хоронят в земле? Почему евреи относятся к телу мёртвого с такими почестями и с таким уважением? Интересно, я думаю, что вы все это знаете, люди интеллигентные, образованные. Тело каждого человека имеет некий набор информации, свои коды. Можно сказать, ДНК. Что такое ДНК? Это физическая микромолекула, которая хранит в себе не только какую-то наследственную информацию, но и является подробной инструкцией по развитию всего организма, практически из одной клетки. И если мы посмотрим и сравним человека с компьютером, то как бы ДНК в этом сравнении будет неким биологическим языком программирования. Что есть только разница в том, что биологические виды наши устроены намного сложнее совершения всех самых там супер-суперкомпьютеров. И все мы с вами. На основании этого ДНК, на основании этой информации, которая хранится в клетках нашего тела, которая захоронена в земле, все мы с вами обязательно вернемся в этот мир. Когда мы вернемся? Когда будет воскрешение из мертвых. Именно по этим самым клеточкам будет возвращено тело в наш мир. Если же, не дай бог, тело человека сжигают, то, как вы понимаете, этой информацией не остается. Понятно, что для Всевышнего не предоставляет сложности делать абсолютно все в мире. Но, тем не менее, эта информация важна. То есть, сжигая тело, мы практически отсекаем возможность нашего близкого, человека, которого мы похоронили, чтобы при воскрешении из мертвых действительно его воскресили. Кстати, маленькое еще отступление. Кто-то спрашивает, а вот как будут вставать эти люди? Типа, что вот мы все встанем и голые пойдем, но вот нас же голыми похоронили, что это вообще, как это будет? И интересно, что говорится, что, ну вот когда сажаешь, там зернышко какое-то кладет, а потом вот вырастает там дерево, цветок и стебель, и все, и оно как бы в некой кале, в некой одежде. Так и у людей, которые встанут, у них будет своеобразная одежда, которую мы сейчас с вами понять не можем, но тем не менее, так говорит Медраж, все будут одеты в величественные, красивые одежды, созданные, сотканные именно Всевышним. Также поговорим с вами еще об одной вещи, очень важной, что не только душа, как многие говорят, душа дана Всевышним, да, биологическое тело, что это, но и наше биологическое тело, оно тоже является частью Всевышнего. Да, говорится, что тело создано, как был создан первый человек, его создали из хомора, а потом Всевышний вдохнул в него душу. Но Медраж говорит другую вещь, что и наше с вами биологическое тело, оно является частью Всевышнего. И у каждого тела есть свое особое задание. Да, наше тело, мы, каждый из нас, когда вот вместе и душа, и тело, но и тело само по себе, оно является неким посланником Всевышнего в этом миру. Всевышний сделал это тело и вложил в него душу для того, для того, чтобы мы могли в этом мире выполнять его волю. Наше тело – это представитель Всевышнего, и поэтому мы должны уважать это самое тело. Кстати, я думаю, что вы все знаете и видите, что нету двух одинаковых людей в этом мире. Почему Всевышний так старается дать каждому человеку совершенно отличное от другого тела? Да, нету двух одинаковых лиц, даже глаз, рук. Мы абсолютно разные. Даже, казалось бы, братья, да, братья в одной семье, и тоже это не одно целое. И даже близнецы, и близнецы, они тоже разные. Скажем, если мы берем отпечатки пальца у двух близнецов, которые, казалось бы, внешне чем-то похожи, они все равно разные, да. Почему Всевышний каждому из нас дает набор своих инструментов для выполнения его воли? А если мы не уважаем наше тело и считаем, что мы можем сжигать его, это вообще говорит о том, что у нас нет ничего святого, да, что и к жизни, и к всему тому, что существует, да, мы относимся без уважения. Есть, было, прожили, ушло, всё. Что будет потом, что было, что есть, окей. Отбыли тюремный, так сказать, срок и ушли. Поэтому абсолютно люди, которые сжигают тело, они относятся к этому так, что можно оспорить абсолютно всё в этом мире, что нет ничего постоянного, ну и, соответственно, их вера во Всевышнего тоже под очень большим сомнением, и, скорее всего, её нету. Я хочу закончить вот эту нашу беседу. Кстати, если кто-то что не понял, спрашивайте вопросы. Я постараюсь вам ответить или тут письменно, или, может быть, на каком-то другом уроке, да. Но я хочу закончить эту нашу беседу одним рассказом, чтобы было понятно, насколько для каждого еврея важно выполнить эту заповедь. Кстати, когда мы утром читаем молитвы, да, тот, кто молится утром, он говорит каждый раз, насколько важна заповедь. Альва Атамет, то есть прийти на похороны еврея и оказать ему честь, вот этому мёртвому телу, мёртвому человеку. Итак, рассказ. Рассказ коротенький, я очень быстро постараюсь. Рассказ про одного еврея, который вместе со своим сыном во время войны в Германии жил в одном немецком городке и вынужден был прятаться от... Я не знаю, может, это было перед самой войной или во время войны, когда евреев оттуда выселяли и выискивали, он был вынужден прятаться в доме одной немецкой женщины. Практически она ему спасала жизнь. Про таких людей мы, в принципе, с вами знаем. Они... Это были не единицы, не евреев, которые спасали евреев, да. Но в данном случае, поскольку он там жил, внешне он был не очень похож на еврея, и они в какой-то момент, чтобы никто на них косо не смотрел, решили зарегистрировать, как бы сделать фиктивный брак, зарегистрировать, чтобы не было никаких вопросов. Но прошло некое время, они сдружились, жили, поскольку в одном доме, они настолько уже привыкли друг к другу, что фиктивная жизнь потихонечку перетекла в настоящую. И родился у них еще один сын. Как вы понимаете, не еврей. Закончилась война, прошло некоторое время. Еврейский сын от первого брака понял, что жить в Германии после того, что там произошло, это совсем не для него. И он уезжает в Израиль, становится религиозным человеком, создает свою семью, ну и так далее. Через много лет умирает та самая женщина, которая их спасла. А после этого умирает и его папа, оставив им вместе вот с ему и его младшему брату, нееврейскому брату, очень большое состояние. Каждому по 25 миллионов долларов. И вот, когда ему пришло известие, что его папа умер, он поторопился прилететь в Германию. И прилетел он туда как раз вовремя, чтобы видеть, что его младший брат хочет похоронить папу по нееврейским обычаям. И так как он старший брат, то он попытался это оспорить. Когда они не смогли договориться один друг с другом, то они пошли судиться в немецкий суд. И что же вы думаете, постановляет этот суд? Кто бы сказал, может быть, Соломоново решение, но не совсем. Чтобы они не ссорились, суд выдал такое решение, постановление, что они должны сжечь папу и разделить его пепел наполовину и выдать каждому из сыновей половину вот этого самого пепла. И тут старший сын понимает, тот сын, который еврей, что если не получилось каким-то официальным путем, что попробует все-таки он договориться, сейчас у него есть деньги, он получил наследство, попробует он договориться с ним, может быть, деньги сделают, размягчат сердце младшего брата, и он ему предлагает 50 тысяч долларов. Но младший брат не уступает и говорит, если ты хочешь похоронить своего папу по-еврейски, то отдавай мне все 25 миллионов, и когда я уступлю тебе возможность хоронить его, как ты хочешь. Что делать? Что бы вы сделали в такой ситуации? Такое наследство, возможность ему, его семье жить припеваючи, жить спокойно. 25 миллионов и возможность похоронить папу по-еврейски. Что делать? Наш еврей, как поступает еврей, конечно, он идет посоветоваться с раввином. И что ему говорит раввин? И раввин ему говорит, что если это единственная дорога похоронить папу по-еврейски, то по нашему закону ты обязан пойти на его условия и отказаться от этих миллионов в счет того, что похоронят твоего папу по-еврейски. Потому что еврейский закон говорит так, что от имущества, оставшегося от родителей ребенку, первая сумма обязана пойти именно на его похороны. Потом, если есть еще какие-то долги, сумма должна пойти на отдачу долгов. А и только то, что после этого остается, это то, что вот твое наследство. Как вы думаете, что выбрал этот еврей? Конечно, он послушал закон и отдав свои 25 миллионов, он смог выполнить заповедь почитания отца и похорон по-еврейски. Что я могу вам сказать? Давайте пользоваться нашим телом, нашей душой. Сейчас, когда у нас есть эта возможность, еще в этом мире давайте пытаться делать хорошие дела. Давайте пытаться не обижать других. Быть хорошими евреями в этом мире, пока нам дается возможность. А по отношению к нашим близким выполнять заповедь похорон и уважение со всей душой и точностью. Всего вам хорошего, только хороших новостей. И дай Бог, чтобы как можно меньше пришлось слышать плохие новости. Хорошего здоровья. Всем до свидания.